Здарова, ребята! Я снова на Мэджике. Сейчас я должен, по идее, опять на какого-нибудь идиота напороться. И как же я был прав, когда сказал это? Да, ребята, сегодня вступление будет выглядеть именно так. На часах было около полуночи. Я вообще зашёл без единой надежды найти кого-либо на серваке, потому что онлайн, как известно, ночью падает. Дальше вы увидите, как я выпинываю тупое быдло с сервака DarkRP в час ночи. Если что, у меня теперь на канале после каждого видоса начинается стрим. Вы можете его найти по ссылке в описании. И не забывайте, что писать в чат может только тот, кто подписался на канал. А, чё за хуйня тут? Да хер его знает. Ебать. А чё за луа проблем? Меня убил, это был барон. А, это твой друг был. Вот я ищу чё, он удар на ёбку. Так, это твой друг был, Лёв. Чё это было? Алло, блядь. Похуй вообще. Похуй вообще спрашиваю. Да, да ёбку. Пытался наёмник выпить, он меня убил. Ты оружие посреди города достаёшь, ты ёбнутый, нет? Да, я понимаю. Можешь банить. До этого такое весело было, всё с наркоборонами, мы поняли. И чё? Кокаин упали. И чё? Всех убиваю. Блядь, чё с луа проблемами? Откуда они взялись? Правила нон-рп. Где нон-рп здесь? Доп правила, правила рп. Нон-рп, бан 10 минут. Готов. Я, если честно, не понимаю, ребята чё, решили устроить пабк в даркарпо-режиме или что? Что за херня здесь происходит среди ночи? Всё время я думал, ребят, ошибочно, извиняюсь. Я реально думал, что киллер должен скрывать свою деятельность от посторонних лиц. А как оказалось, нет. Он может спокойно бегать с оружием по городу. Но ничего страшного, сейчас мы и тебя вылечим. А слышь, стой, 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 стой. Ещё Невер, откинь. Он у него то же самое. Они же вместе с ним перестреливались. Стоять, блядь. Куда ты? Спустись. Ты почему с оружием в открытую ходишь по улице? Алло, я с тобой разговариваю. Я не понял, особое приглашение нужно или чё? Стой тут, я сейчас тебя тэпну. Я тебе говорю, ты почему лазишь с оружием в открытую по улице? Нет. Я тебе говорю, ты с оружием в открытую по улице лазишь. Ты со спавна выбежал, пробежал вот так вот по аллее с винтовкой. Тебе похеру? Что дискорд? Что дискорд? Ты меня слышишь, нет? Или ты не собираешься со мной диалог вести? Я тебе говорю, ты с винтовкой по центру города прошёлся? На похер вообще. Когда я тебя остановил, попросил спуститься, ты мне ничего не ответил. Ты меня не слышишь? Ну, НРП, я вам больше объяснять ничего не буду, я заебался. Где и когда, блядь? Видишь, конечно, чего, господиня? Дебил, блядь. Элитная мафия. А, 21 секунды. Ну, сет на себе вот так вот получается. А что поделать? Сеттим. Элитная мафия. Так, дальше что? А ты, что ты, ну что ты тут каждый день, что ли, задрочишь или что? Ну да, я на втором. Людей тут 20 человек, почти. Чё за хуйня? А, ну хабы и окей, перестреливается с бандитом, наверное. Ничего страшного бывает. Что за звук, интересно, я не могу понять вот это сейчас. Ещё раз. Во, вот, вот он, он сейчас был. Чё это такое? Дальше я бегаю по серваку и пытаюсь найти игроков, чтобы с ними как-то повзаимодействовать. Ну, сами понимаете, ночь, 20 человек на банклаве, это не самая большая карта, но и не самая маленькая. Поэтому тут найти игроков достаточно проблематично. В общем, бегаю я, никого не трогаю, потому что трогать банально некого. И тут мне раздаётся звонок по телефону. Объясняю, на каждом серваке почти установлен этот телефон. И там обсуждаются какие-то РП-процессы. Отвечаю я, значит, на звонок, и какой-то левый поц начинает меня расспрашивать нон-РП-информацию в РП-чате. А это нарушение правила метагейминг. Да и я, в принципе, не до конца понимаю, почему я должен отчитываться перед каким-то левым телом за свои действия на сервере Дарк РП. А за что ты Ахтёма заболел? Какого? Да ну вот этого Ахтёма. За нон-РП. Ну а какой нормы? У него заказ был. Какой заказ был? По улице бегать с оружием? Нет, его уби... уби... убивать он не может заказ, наверное, выполнить. Я говорю ещё раз, у него заказ был по улице с оружием пробежать через всех остальных людей? А доказательства есть? А ты кто? Не важно. А? Не важно. Ну, да раз не важно, тогда чё ты мне звонишь и чё-то рассказываешь. Ну, может, ты... смотри, ты тупо взял, звонил без причины. Почему? Я причину написал. Посмотри, чат, там всё видно. Ну, я видел. Ну, а то какие ко мне претензии, я не понимаю, чё ты хочешь от меня? Ну, смотри, другие игроки тупо вздостают, я смотрю тупо вздостают, я смотрю тупо вздостают, я смотрю тупо вздостают, я смотрю... Чего ещё раз? А ты его только забанил. Смотри, вот, много людей бегают с оружием по воду, а ты именно его забанил. Ну, я только зашёл на сервак, увидел нарушение и наказал его, и чё дальше? Ты чё, наказать не можешь, я не могу понять? Чё ты тут играешь тогда тоже? Я могу. Смотришь? Ну, а чё ты не накажешь тогда людей, которые тут нарушают, бегают? Только я тут зашёл, проснулся, растормошил дебилов, и ты тут же мне названиваешь. Ну, молодец. Молодец. Дальше я говорю, чё ты от меня хочешь? Подождите мои проблемы. Не твои проблемы? Алло, я говорю, не твои проблемы? Чё-то прям суперзнакомый. Ну да. Подожди. Ну так раз не твои проблемы, тогда нахер ты мне названиваешь, и какую-то херню мне тут молишь, садишь. Не твои проблемы, иди другим каким-то делом занимайся. На маниках там, не знаю, пойди посиди. Иди нахер, иди нахер, иди нахер, иди нахер, иди нахер. Да, да, да. Здорово, хэкич. Здорово. Всё, ты, долбоёб. Чё говоришь? Чё ты нахер? Кого-то нахер послал, чёрт тупой. Чё ты нахер, посмотри на себя, блядь. Я себя вижу в зеркало, я охуенно. Ты здоровый такой, 21-летний, красивый пацан, мужик уже считает. Молодец. У меня пиздатые волосы, у меня пиздатый рост, а ты кто? Ты ебанутый, который себе в них поставил свой возраст, блядь. Да, 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 да. Пизда, блядь, поприседай ещё, блядь, шиз ебаный. Я говорю, чё ты мне звонил и хуйню какую-то молол там про какого-то Артёма ебнутого. Артёмка твой, видимо, тебе нажаловался, и тут же, как только он нарушил, он дурачком... У него войс, кстати, есть? Кстати, стой, у него войс есть? Нет. Нет войса? А чё ты задумался над ответом? Чё ты меня толкаешь? Он дурачка из себя строил на разборке, когда я его тэпнул и объяснял, за что я его буду наказывать. Еблан, ты даже нахуй не зашёл. Еблан, это ты и твой дружок, тупоголовый. Свои нахуй. А теперь переходим на таймкод, указанный на экране, и снова переслушиваем диалог. У меня к вам возникает несколько вопросов. Первый. Кто начал диалог с непонятных претензий? Второй. Кто начал нарушать правила с того момента, как начался РП-диалог по телефону? И, наконец, третий. Кто начал вести себя, как неадекватная обезьяна, в ходе обычного диалога? Если немного пошевелить мозгами, то можно понять, на что он опирался, когда так делал. Ответ простой. Он донатный спонсор, и он может наказать кого угодно за какое-либо нарушение. Меня наказать он не смог, потому что мы с ним одного ранга. Поэтому он позвонил мне, чтобы выяснить, что произошло, и в случае чего подать на меня жалобу. Этот факт играет на руку в обе стороны. Я его наказать не могу, и он меня тоже. Ставлю сотку, он, скорее всего, смотрел во время разговора со мной, какой у меня ранг, чтобы думать, как меня наказывать, и за что, вообще, и почему. Мне в таких ситуациях думать особо долго не приходится. Я просто смотрю, есть ли кто-нибудь выше этого человека по рангу, который сможет мне помочь. И да, мне повезло. На серваке был хелпер. Ага. Идет, вот, блядь. Хе-хе. А что, за что ты их убил? Ну ладно, врачи, их с фитами гоняют. Это не он убил, это Фриско убил круг левого. В смысле? Адарт Невер убил этого. А зачем? Так, а зачем ты двух человек убил? А, двух убил? Нет, нет. Нет, ты, короче, в блоге заеден. Вот, вот, Фриско. Хочу тебя ага-а-а-а-а. Мне пофиг, ага-ага. В общем, вот это чел, он, короче, убил этого чела. А я убил его за то, что он убил этого чела. Все понятно? Ну, в смысле, а за что убил-то? Ну, блядь, это чешикар пиздит. А-а-а, ну просто так, то есть, да? Да-а, ну он конченый еблан просто, и все, не обращай внимания. Еблан, за война, фоль. А если не завалю, что будет? Ты мне еще раз расстреляешь? Напугал, пиздец. Бандит-младший, еще один, сука. А, ну то есть, да, то есть, расстрелял. Накмально, нормально. Ты же не вывозишь, ебанько. Дерьмоголова уебана из деревни, сука. Поймать нахуй может. Недоумок, ебаный. Алло, майки, вон, забаним микро-челика с чтами. А еще лучше этому сказать. Где, а у кого чта? Так, вон этот, как-то, может, Саша. Ты в чат, мне не можешь посмотреть? Саша с чтами, или? Хелпер тут. Хелпер тут. О, суперсеревая. Нет, это Хелпер, вы сейчас на сервере. Нет, он есть, я вот вижу. Могу я этого позвать? Суперадмина он забанит. Реально хэкч. Это не хэкч. Хелпер. Хелпер помощь. Привет, ты можешь наказывать спонсоров, вот таких, как я? Да. Тепни, пожалуйста, сюда фриска, у меня на него жалоба. Посидите, мы туда встанем, чтобы никто не мешал. Ну, давай наверх. Можно от нас? В общем, сейчас, я предупреждаю, разборка пойдет в не очень хорошем тоне, но все же, что поделать. Так, короче, у меня жалоба на то, что человек фрекил совершил и сделал это в людном месте, то есть нарушил дополнительно нон-РП, плюс, получается, оскорблял меня без какой-либо причины в РП рамках. Я не знаю точно, что это будет, нарушение или не нарушение, ты мне как хелпер, помоги, пожалуйста. В общем-то, где он именно тебе, можешь рассказать? Так, прямо возле цемента в людном месте. Там стояло двое человек и, получается, он взял меня и расстрелял. Вот, еще плюс попутно оскорблял. То есть у вас была словесная перепалка, он начал по вам стрелять? Да, 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 правильно. Причем он как раз-таки был провокатором этой словесной перепалки, он меня, получается, вызвонил по телефону, начал со мной выяснять отношения, мол, он в РП, получается, разговорен, начал со мной говорить насчет нон-РП действий. То, что я забанил человека за нарушение, начал у меня выяснять, там, за что я кого забанил, пруфы или же прочее. В итоге он, пока я сидел монтировал, у меня возник еще один вопрос. Предположим, ситуация, два администратора созваниваются по РП телефону. Это нарушение правила или нет? Я не знаю, подскажите в комментах. По поводу того, что он вас убил просто, ну, за совесную перепалку, вы могли просто по своему обоюдному желанию пойти и сражаться на кулаках. А то, что он достал рожь и начал тебя убивать, это нон-РП. Нон-РП и фрекил, правильно, я говорю об этом. Да, нон-РП и фрекил. Вот в жизни, когда ты посмотришь на схемах, он же не станет оружием и начнет сейчас его убивать. Ну, я знаю, я знаю, я ж к этому уклоню, что он неадекватная обезьяна. А сейчас он что-то ебальник закрыл свой и сидит молчит. Ледженд, сейчас у нас пока разборка, подожди, пожалуйста. А если не завалю, что ты, блядь, сделаешь? Что ты сделаешь, сука, ни к чему, сука, бездарный уебан? Что ты мне сделаешь? Ага, что ты мне сделаешь? Дерьмоголовый выблядок, сука. Так, хорошо. Что, сказать нечего, да? Долбоёб. Так, получается, у игрока РДМ, то есть убийство от одного, от четырёх человек. Угу. Так же нон-РП. Это у нас 20 минут. Да, насчёт метагейминга ещё хотел бы уточнить. Он мне позвонил по телефону, это РП, предмет, правильно? Угу. Мы оба находились в РП-профессиях. Он мне начал задавать вопросы насчёт того, что я наказал какого-то там Артёма, такого же объёбанного в дерьмо, как и он, за нон-РП. Спрашивал мне про какие-то доказательства. Хотя, в принципе, по РП-то мы не можем знать, кто кого когда наказал. Нам эта инфа лишь в чате подаётся, правильно? Да. Значит, у него уже три нарушения. И четвёртое, я не знаю, пойдёт или нет, это оскорбление. У меня началась новая жизнь. У меня началась новая жизнь уже. И получается так, что он... Как раз я уже стою на спавне, он стоит опять какую-то херню, порет про меня, вот это оскорбление и прочее. Он токсит уже жёстко. Он неадекватный. Ну, если, смотри, если он тебе прям в лицо говорит о том, что ты такой-то, такой-то плохой, Я стою на спавне, он говорит. Потому что... Ну, потом... Ну, и навык будет это у нас. Ты, грубо говоря, уже научил человека, за что он сейчас оскорбляет. Ну, да. Получается, это у нас уже три сменбана насчёт МГА, я не скажу точно, потому что... Ну, МГА есть, присутствует, но МГА у нас здесь МГА, так что... А со скольки у вас массовые нарушения? Есть такое понятие или нет? Массовое нарушение называется. Сколько нужно правил нарушить для того, чтобы было массовое нарушение у человека? Вот это я точно уже не помню. А давайте глянем, пока мы все тут собрались с вами по такому поводу. Так, дополнительные... Если что, правило называется... Рецидивист. Саша Куратор. Я... Косом джоп, метагейминг, нарушение правил чата, махинации, разжигание... Я уже нашёл. Так, и сколько там нарушений требуется? Это я так, навскидку, понимаешь, взял, повспоминал вот эти все моменты. Если копнуть глубже, я уверен найду ещё что-нибудь интересное. Насколько я знаю, рецидив от пяти нарушений. Прикольно получается. Это у него нон-рп, фрекил, два уже, оскорбления, мг и нлр. Я бы выдал, но там это старший куратор. Ну сколько ты, как администратор, который старше меня по рангу, подтверждаешь у него нарушений? Количество. Фрекил, нон-рп и х2 можно сделать, потому что он здесь звонил в рп и... Нет, у нас не начинается х2, хорошо. В общем, нон-рп это раз, потом фрекил это два, и метагейм, я не знаю точно. И один точку, ой, один точку восемь, нвр. Четыре, правильно? Мг я не скажу точно. Ну получается без мг четыре. Нет, без мг три. Ну окей, хорошо. Если суммировать, сколько этот долбоеб получит? Тридцать минут. Тридцать минут как-то мало для такого долбоеба. Да, обзывать только не надо. Не, я не обзываю нисколько. Это его имя дали при рождении, я не причастен к этому. Понимаю нормально. Его к доске так вызывают, он сам говорил. Сейчас он, правда, что-то язык в жопу засунул, но тогда он прям очень был гораст. Он мог языком прям жопы полировать прям изрядно хорошо. Стоят два голова, разбираются две вороны. Птичий рынок, сука. Так, хорошо, на когда-нибудь вдаватель нет. Или еще что-нибудь, наверное, вспомните. Ну, давай сейчас. Смотри, МГ вообще, что ли, не считается? МГ это мод. Так, нон-РП. Бан 10 минут. 10 минут. Фрикил. Точнее, РДМ. РДМ. 10 минут. 10 минут всего лишь? Ну, в зависимости от чего же я сейчас по строку вам делаю. Не, ну, смотри. Я могу, конечно, попробовать тебя сболтать, но я тебе попробую доступно объяснить. Есть, к примеру, два фрикила, предположим. Один фрикил там в ходе какой-нибудь перестрелки проходит. Чел нечаянно убил и потом за это отсиживает. Или же, ну, просто вышел к орулю у кого-то типа, даже в безлюдном месте убил его. И вторая ситуация с фрикилом. И вторая ситуация с фрикилом, она действует таким образом. Чел, невзирая на то, что на него смотрит куча людей прямо в упор, то, что он находится практически в центре города, он берет ствол, расстреливает, оскорбляет, поливает говно. Насколько, какое нарушение тяжелее фрикила? Первый или второй случай? Второй. Ну, второй случай как раз-таки нам подходит, потому что я описал ситуацию, которая была со мной. Да, в принципе, 40 минут пан, ну, не из-за этого нарушения РДМ, а в общем 40 минут пан выходит это, то есть НЛР, НРП и также РДМ. Я ему выдам 20 минут за РДМ. У меня вопрос, я хочу задать ему. Последние слова, Ебанько. Ебанько, ты нахуй, ебань. Что говоришь там? Хуй из глотки вынь, долбоеба. Я тебе говорю еще раз последние слова твои, свинота. Так что мне тебе пиздец, нахуй, ебань. Я тебе говорю, ты не вытянешь? Я не вытяну, мне похуй, я забил. Мне похуй, я забил, но твоя, но твоя участь по жизни-то забивать, чел. Я тебе говорю, ты не вытянешь, значит, ты не вытянешь. Что ты мне говорил мне вообще, я как пиздец, блядь. Артур хуй не скажет, Артур хуй не покажет. Я в этом случае показываю тебя. Понимаю. Артемке, кстати, привет. Так хорошо, закрывай ногу. Ой. Да, все-все, претензий больше нету, спасибо огромное. Все, хорошо, до здравия. Субтитры сделал DimaTorzok